здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео я предлагаю вам рассмотреть вопрос как избавиться от самых тяжелейших зависимостей любой наркотической алкогольной и как это сделать легко и просто и что на самом деле наше счастье в наших руках вне зависимости от того что нам предлагает внешний мир так как внешний мир нам предлагает самоликвидацию я же напоминаю вам что мы наоборот саду можем стать сотворцами то есть сделать все так чтобы вместо саморазрушения заняться саморазвитием об этом есть это видео плюс мы рассмотрим и развенчаем миф о в вечном пьянстве русского народа на самом деле конечно же все это не так все это мифы запущенные специально сатанистами так как паразиты направлены только на одно чтобы всю силу организма направить на то чтобы организм сам себя и уничтожил но прежде чем мы приступим напоминаю что под каждым моим видео есть ссылка на мой telegram переходите подписывайтесь там нет цензуры и telegram каналы не так часто удаляют как youtube и мой youtube канал уже удаляли и блокировали и это просто чудо что он фактически еще существует чтобы не потерять подписывайтесь на telegram канал плюс под каждым видео есть кнопочка еще нажмите откроется описание видео ссылки на использованные материалы также в первом закрепленном комментарии под каждым видео есть ссылка на мой сайт отправка товаров по всему миру там можно приобрести живую воду живую еду и узнать свое предназначение ну и поддержать автора в его деятельности вопрос в том что алкоголизм это заболевание которое характеризует психофизиологическую зависимость от алкоголя в основе которой лежит включение алкоголя в обменные процессы конечно же хуже всего когда этот алкоголизм начинается в раннем возрасте потому что он тогда фактически не лечится то есть ребенок привыкает что это считает это нормальным образом жизни конечно в первую очередь дети ориентируются на своих родителей берут с них пример но даже в таких тяжелейших случаях серо всегда на можно найти выход при том что россия по детскому алкоголизму занимает одну из лидирующих позиций все это понятно что не просто так это все насаживается специально на это пускаются огромные рекламные деньги для того чтобы убедить всех что саморазрушение это нормально это нормально если вы хотите быть удобрением для сатанистов если вы хотите быть человеком сотворцом который может творить и делать этот мир лучше это конечно же не так дело в том что решение этого вопроса было найдено в исландии исландии это изолированный остров население небольшое но и там постоянно возникали эти проблемы с этими разрешенными наркотическими веществами они смогли их решить и поэтому этот феномен получил название исландское чудо в чем суть в середине 90-х количество пьющих и курящих подростков составляла примерно 48 процентов курящих 23 через 20 лет все это сократилось до 5 процентов пьющих и 3 процентов курящих то есть фактически стала единичными случаями а что же произошло вот и произошло так называемое исландское чудо чем его суть дело в том что привлекли к вопросу психологов и один из психологов сделал вывод что выбор определенного вида алкоголя или наркотика даже разрешенного это зависит от того как организм человека привык бороться со стрессом как его приучать к этому бороться этот вывод сделал харви милкмен американский профессор психологии который там тогда преподавал и что же он предложил что же он сказал он сказал что можно находиться в зависимости не только от курения алкоголя но тот машин денег определенной еды и они решили предложить подростков что-то получше как заменить вот эти биологические процессы в мозге от которых потом из-за становится зависим человек как заменить саморазрушение на саморазвитие оказалось очень просто оказалось что танцы музыка рисование ли спорт тоже вызывает биохимические процессы в мозге который позволяет лучше справляться со стрессом поэтому школьникам пообещали включить программу бесплатные мастер-классы по любому виду спорта или искусства которым они хотели бы заниматься ученые предположили что по эмоциональному эффекту такие занятия должны были иметь такое же влияние на подростков что алкоголь и курение но я вам специально показывают эти эмоциональные спирали когда человек находится в негативе он просто будет как удобрение для низко вибрационных сущностей ну фактически демонов бесов как хотите их называйте суть в том что эти демоны разрушители они питаются только негативной энергии так что есть у человека в нижних чакрах поэтому задача сделать то чтобы человек всегда был раздражен разочарован в унынии в зависти злости еще в чем-нибудь лишь бы у него не было высоких вибраций если же человек становится сотворцом вместо того чтобы просто саморазрушаться то у него получается радость страсть энтузиазм вера оптимизм надежда то есть эти высокие вибрации они для сатанистов непригодны любовь и высокие вибрации просто разрушает любой негатив соответственно здесь произошла подмена саморазрушение на саморазвитие при том опять же по выбору подростков не то что их всех заставили а им предложили программа должна была длиться три месяца но и успехи заставили ее продолжить так стране появилась программа молодежь исландии смысл в том чтобы занять свободное время подростка который он убивает в компании с табаком и алкоголем то есть разрешенным или запрещенными наркотиками суть не важна потому что принцип действий один и тот же причем не просто занять отдать ему то что он хочет то что ему нужно его учитывая желание и предпочтения то есть в рамках этих мероприятий выделялись субсидии семьям которые воспитывали подростков для занятий любыми видами активности спортом танцами боевыми искусствами музыка и так далее то есть это так определенные ваучеры соответственно чтобы их нельзя было потратить на что-то другое благодаря ваучерам стране бурное развитие получил частный бизнес сфере спорта и активности то есть помимо того что исландские подростки из плохих превратились в красавцев спортсменов отличников так еще и экономика пошла в гору то есть саморазрушение сменили на саморазвитие это саморазвитие отразилось не только на личностном росте ну и на росте экономики чем вам не чудо почему что нельзя внедрять других странах можно и нужно ну понятно что до прийти добавили плюс законодательные запреты на рекламу этих разрешенных наркотиков и создали специальные магазины где только и можно это отравать торговать то есть определенные монопольные магазины опять же где продажа лицами может 20 была запрещена соответственно подростки просто не получали доступ к этим видам отравы все течи да понятно что это продолжалось не один год течением 20 лет все это продолжалось но эффекта горится на лицо проблема того же алкоголя в том что он относит не просто яд но это яд который больше всего влияет на мозг он не только уменьшает поступление крови в мозг ну и соответственно разрушает этот мозг то есть он поражает нервную центральную систему страдает печень сердце поджелудочная железа ничего удивительного что россия современная тоже лидер посмертности сердечно-сосудистых болезни которые возникли в первую очередь на на фоне не только неправильного питания но в первую очередь поражение алкогольным и никотинным ядом вот и весь секрет но как я и говорил в предыдущих видео что любой из приема этих препаратов разрешенных или запрещенных наркотиков он влияет главное на мозг то есть человек который принимает там алкоголь никотин он как минимум два года не способен дружить с головой причем в прямом плане то есть человекоподобное существо превращается просто в животное даже хуже животное потому что человек просто не способен ничего производить кроме негатива причем во всех аспектах жизни как подружиться с головой ссылка в конце описания видео потому что когда человек действительно не принимает эти наркотики используют и обучаются логике образом заложены в буквице происходит структурирование мозга и у человека начинает работать царь в голове так называемая шишковидная железа все это приводит тому что человек получает в том числе связь со своей душой и у человека открывается то что называется сверхспособностями на самом деле это обычные способности человека или путь человека как снова стать богом все ссылки конечно заставка к видео описание видео переходите посмотрите потому что ну безвредных доз алкоголя не существует и бояться что-то делать или все-таки биться чтобы измениться это решает каждый из нас но давайте отправимся в историю вопроса то есть если верить в воз то деградация нации начинается с потребления 8 литров алкоголя на душу населения хоть россия сейчас и находится на 23 месте из 45 стран европы но потребление составляет 11 и 2 то есть по подсчетам как вы видите там мягко говоря превышает все допустимые нормы то сидят как раз геноцид населения одним из видов в том числе при помощи разрешенных наркотиков было ли так всегда пуши нам же говорят что так было всегда нет так всегда не было вот я вам поставил зеленую зеленую стрелочку где примерно сейчас находится потребление алкоголя в россии почему она уменьшилась ответ простой просто вымирают тех кто его потребляют вот и весь простой ответ уменьшение не просто потому что это какой-то там государственная политика просто тех кто его потребляет в избыточных дозах быстрее всего вымирает вот мы видим вымирание населения я вам специально поставил красную стрелочку чтоб вы видели какое было потребление тогда когда народ победил в одной самой страшной войне второй мировой то есть победила трезвая нация она же победила она же вас смогла восстановить свою численность смогла дать те сферы промышленности в том числе атомную военную и многие другие сферы энергетику которой мы пользуемся сегодня то есть это построили совершенно трезвые люди вот же в чем суть что вам замалчивать потом этот народ снова начали спаивать что в итоге привело к разрушению государства причем руками самого народа а было ли так всегда что народ пил и всего лишь и всего лишь нет не зря подобный график ограничен 1860 годом обратите внимание на синенькую стрелочку а в чем же суть а суть в том что россия единственная страна которая никогда не принимала пьянство доказательством этого как раз являлись мощнейшие антиалкогольные бунты которых не знала ни одна страна мира за том о чем вам тоже в учебниках не пишут потому что в 1859 году антиалкогольный бунт охватил 32 губернии более двух тысяч селений и деревень поднялись против спаивания нации хотя потребление тогда было в три раза меньше чем сегодня люди крушили питейные заведения пивоаваренные винные заводы отказывались от дармовой водки то есть для спаивания водка стояла дармовая пей сколько хочешь но это то же самое что делает наркоделеры сегодня что первые приемы бесплатно все остальное ты уже продашь и родную мать чтоб лишь бы тебе дали дозу разрешенного или запрещенного наркотика в этом нет никакой разницы схема действия примерно одна и та же то есть было ли это было читатели вы что этого в этом в своих учебниках ничего нет почему ничего нет давайте почитаем а что ж там было в те годы не только дети и подростки но из женщины вообще ничего не употребляли то есть как минимум до 20 лет никто не мог выпить ничего а женщины вообще было нулевое потребление до мужчины за год уже как их приучили выпивали около двух-трех литров спиртного в год в городах может и чуть и побольше но и тем не менее даже это привело к тому что в 1859 году разразилась самая настоящая антиалкогольная битва горожан и крестьян в ту пору еще крепостных против ста сорока шести откупщиков именно столько людям в империи разрешалось как бы сейчас сказали контролировать денежные потоки от производства и продажи алкогольных изделий как выглядели символы этих откупщиков тех кто спаивали народ я вам показываю видео то есть ничего не поменялось за эти годы те же то же самое пускаются огромные ресурсы для рекламы саморазрушения за ваш счет ну обычная тактика паразита направить силу организма противо самого было ли так в россии всегда в средние века пили мало так например по устюжной основной грамоте 1614 года население дозволяло сварить и держать домах крепкие питья на четыре праздника великий день пасхи дмитриеву субботу николин день и на масленицу все четыре дня в году а в пиарской уставной грамоте 1553 года даже указывают что разрешение варить хмельные питья распространяется лишь на лучших людей что порухи между ними убийство не было то есть крайне ограниченное потребление алкоголя и практически считанные дни в году и соответственно никаких женщин и детей близко там не было почти трезво было и древняя русь потому что опять же русский историки от ногров профессор кастомаров доказал что в древней руси пили очень мало аналогичные выводы делает иван прыжа в своей финдо фундаментальной работе история кабакова в россии в связи с история русского народа он указывает что русские если и пиле то в основном слабо градусные напитки лишь на избранные праздники варили медовуху брага или пиво крепость которых не превышала пять или десять градусов при том что и эти напитки в итоге разводили вид в водой чтобы крепость не превышала и трех градусов то есть это мягко говоря такой забродивший квас поэтому в будни никаких спиртных напитков не было а пьянство считалось величайшим позором и грехом чем оно и осталось и сегодня в принципе миф о пьянстве русского народа специально создавался сатанистами для того чтобы какой бы сила не обладал народу направил всю эту силу на саморазрушение соответственно все свои заработанные средства отправлял сатанистам все обычная тактика паразитов так что сейчас нам снова начинают напоминать что наша жизнь как бы защищать родину для того чтобы защищать для начала не нужно организовать нормальную жизнь чтобы были запрещены тирк наркотики которые нас разрушают чтобы человек мог находить и создавать свою семью в которой были бы дети которые могли быть продолжением рода и тогда мужчине есть что защищать и даже если человек погибнет защищая интересы своего рода у него есть продолжение рода которая и даст ему новый костюм а душа бессмертно душа нужно всего лишь новый костюм это тело хайзи в него нет продолжения рода нет семьи нет детей то это просто геноцид населения больше ничего другого вот разница между прошлым и настоящим хотелось бы напомнить одну из заповедей богов славян что ведайте люди что каждый потомок древних богов должен иметь родовую веру ясный разум пытливый ум любящие храброе сердце чистую совесть и сильные руки и крепкую волю все это возможно только человеку который свободен от любых наркотических веществ хоть запрещенный хоть разрешенных помните повторение мать учения но информация с первого раза никогда не усваивается смотрите смотрите это видео столько раз сколько нужно пишите свои комментарии минимум четыре слова учитывать youtube как за комментарий ставьте ваши лайки делитесь среди ваших друзей социальных сетях потому что это поможет продвижению видео чтоб видео посмотрела как можно больше людей все ссылки в описании под видео есть конечные заставки переходите смотрите там очень много интересных материалов в развитии этой темы и многих других также напоминаю что у меня существует мой сайт где размещаю не просто информацию те же мои статьи в том числе запрещенные на ю тубе но я открыл там и магазин магазин этот открыт для тех кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности для того чтобы я свою деятельность продолжал но те кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить другом месте пожалуйста но только перейдите магазин и посмотрите что должно быть у каждого человека то есть у каждого человека должна быть не просто информация при раз жизни тоже славянский гороскоп что там указано ваше предназначение назначение на всю вашу жизнь если вы его не знаете вы живете широко закрытыми глазами но и то же самое что опять же тоже иван чай это универсальная система снабжения организма витаминов то есть царь всех растений иван чай тоже его п метр без которого нельзя понимать какую жидкость и потребляешь какую еду ты потребляешь опять же этот магазин открыт и для тех кто кто кому нужна помощь кому нужна поддержка то есть том числе и техническая кто хочет получить уже проверенные приборы получить гарантию от продавца и все это будет готово просто к использованию не общаться с товарищами китайцами общаться с живыми людьми которые вам помогут всегда дадут гарантию если надо заменят хотя эти приборы так отработаны что поломок фактически не бывает и генератор живой воды опять же и чтобы вы понимали там вам нужно следить только за тем чтобы была обычная работа то есть была платиновая пластина которая работает от электричества и все опять же тот же а также амарантовая мука это цветок бессмертия где вы возьмете не принципиально он должен быть у вас потому что там все основные аминокислоты почему амарант этот цветок бессмертия он называется не просто так то есть вы его можете сами вырастить найти в своей области пойти тот же иван чай собрать сами себе но это должно быть у вас потому что без этого нормальная жизнь функционирование человека невозможно то есть иван чай это витамины амарант это аминокислоты тоже активное железо это ваши кровяные тельца ваши опять же стволовые клетки которые помогут восстановить ваш организм то есть все что собрано у меня в магазине как раз нужно каждому человеку где вы это возьмете не принципиально ну принципиально о том чтобы вы знали понимали как это работает как это контролировать ну и приходите те кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности для того чтобы я ее продолжал для того чтобы сохранялась гармония во вселенной то есть вы получаете полезную информацию от меня но я получаю тоже полезны от вас